В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Формирование комфортной городской среды. Какая территория будет благоустроена в 2018 году? 400 участников, 18 городов, 3 месяца съемок. В Саровском драмтеатре прошла презентация последнего клипа проекта «10 песен атомных городов». 20 марта – Всемирный день социальной работы. Далее расскажем обо всем подробно. 18 марта саровчане не только выбирали главу страны на ближайшие 6 лет, но и решали, какую территорию необходимо благоустроить в первую очередь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Своё мнение по этому вопросу высказали более 25 тысяч человек. По результатам опроса в тройке лидеров оказались дизайн-проекты парка имени Зернова, лыжные базы и детского парка на улице Сосина. На голосование было вынесено 6 приоритетных территорий, обсуждение дизайн-проектов которых продолжалось в течение нескольких месяцев. Граждане могли отметить специальные балетени не больше двух территорий. И площадка, набравшая больше всего голосов, будет благоустроена уже в этом году. Голосования важны, особенно в таком маленьком городе, как Саров. Всё-таки в такой, можно сказать, провинции мнения граждан будут учитываться. Какой-то план благоустройства должен быть. Вот он представлен. Вот мы смотрим, выбираем. Я, например, проголосовала за парк Сосина, на Сосине, и сквер Берёзовая Раменска. Вот у меня хорошо сквер под окнами, очень приятно смотреть. Я поэтому желаю, чтобы на Берёзовой улице тоже такой же сквер был. Высказав своё мнение по приоритетной территории, горожане тем самым дали старт благоустройству парка имени Зернова на сумму около 17 миллионов рублей. Администрация определила заказчика, и сейчас идёт разработка технического задания. Проект подготовят до 1 мая, и уже в июне начнутся работы по благоустройству. Мы решили всё-таки, что на эти средства будет локальный проект разработан. Сейчас приблизительно будет оцениваться на эти средства, какую зону мы можем благоустроить. И я думаю, что ещё раз выйдем на общественное обсуждение с этим проектом. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, благоустройство парка культуры и отдыха ни в коем разе не отменяет другие направления по формированию комфорта городской среды в нашем городе. Не останутся без внимания дворовые территории, скверы, детские площадки. Средства будут выделяться из местного бюджета или в рамках участия в различных программах, в том числе в программе поддержки местных инициатив. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Профессия «Помогать ближнему» 20 марта во всём мире отмечают День социальной работы. Он объединяет специалистов, на чьих плечах лежит ответственная миссия – помощь и поддержка незащищённых слоёв общества. Сотрудники Центра обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов работают по нескольким направлениям, одно из которых – социально-бытовое обслуживание на дому. За один рабочий день специалист отделения социально-бытового обслуживания на дому Екатерина Галихина успевает обойти по четыре квартиры. И в каждой социального работника ждёт радушный приём. Для большинства своих подопечных Катя – главный собеседник и помощник по хозяйству. Всё зависит ещё также от того, насколько здесь способен наш клиент. То есть есть клиенты, которые нуждаются лишь частично в нашей помощи, есть клиенты, которые от нас довольно-таки сильно зависят, которых мы должны кормить и санитарно обрабатывать каждый день. Уборка, приготовление пищи или поход в магазин – вот далеко не полный список обязанностей социального работника. Некоторых клиентов приходится сопровождать в госучреждение или просто составлять компанию на прогулке в парке. В нелёгкой, но благодарной и отзывчивой работе Кате помогает образование психолога. По большей части люди рады, когда мы просто приходим, общаемся. И когда мы оказываем заботу, немножко уходят вот эти вот границ клиент и работодатель. А когда мы общаемся больше как дочка со своей мамой или внучка со своей бабушкой. То есть когда происходит какое-то душевное такое общение, когда люди действительно друг к другу тянутся. Мира Степановна рассказывает, что взаимопонимание с Катей наладилось буквально с первого взгляда. Пороги ей даже не нужно говорить, какие продукты купить в магазине или что убрать в квартире. Катя суперработник. У неё прекрасная память. Она без записи всё запоминает, всё приносит, предупреждает, звонит, спрашивает, заботится. Также в Центре социального обслуживания работает отделение дневного пребывания. За 15 дней бабушки и дедушки успевают получить целый комплекс услуг. Это и медицинское обслуживание с применением современного оборудования, и работа с психологом, и трудотерапия, и участие в художественной самодеятельности. Люди приходят к нам порой со своими такими проблемами сложными. Всё-таки мы говорим о нежном возрасте наших пенсионеров, у которых за плечами уже богатый жизненный опыт, трудовой опыт. Поэтому нам хочется их здесь обласкать и предоставить им спектр услуг, чтобы им здесь было комфортно, уютно, чтобы они чувствовали себя как дома. Попасть в отделение с дневным пребыванием можно всего раз в год. Исключение составляют пенсионеры-инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Клиническая больница номер 50 объявила конкурс на проведение. Новая детская поликлиника. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок. Согласно опубликованной информации, строительство займет 2 года. Первых пациентов в больнице примет в 2021. Новая поликлиника будет оборудована по самому высокому разряду и благодаря этому сможет исполнять функции диагностического центра. Завтра в Нижегородской области стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ. В экзаменах по 11 предметам примут участие более 400 человек, в том числе студенты профессиональных образовательных организаций, выпускники этого года и прошлых лет. Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля. В четверг 22 марта в художественной галерее пройдет вечерний кинопоказ. По случаю 150-летия со дня рождения Максима Горького, внимание саровчан предложат фильм «Табор уходит в небо». Он снят по мотивам рассказов Горького «Макар Чудра» и «Старуха из Эргиль». Показ начнется в 18 часов. Вход свободный. Более 3000 саровчан приняли участие в акции «Время диалога». Это опрос, который проходил во всех школах области в рамках проекта «Всей семьей в будущее». Родителям учащихся предстояло ответить на 16 вопросов, которые затронули образовательную деятельность. Введение единой школьной формы, выбор второго иностранного языка для своего ребенка и обеспечение безопасности во время пребывания в образовательном учреждении. Школьный опрос «Время диалога» состоит из двух блоков. В первом родители оценивали деятельность той образовательной организации, где учится их ребенок. Второй блок включал в себя общие региональные вопросы. «Время диалога» представляет собой своеобразный референдум. Опрос родителей по некоторым школьным проблемам. На общественное обсуждение вынесли 13 вопросов, которые в настоящее время требуют решения на законодательном уровне. Их тематика была различной. Наличие единой школьной формы, использование сотовых телефонов, ведение профориентационной работы, обеспечение безопасности ребенка в школе и многое другое. Это вопрос актуальный. Я в основном поставил «Все, да». Мне кажется, все. Поэтому я даже не знаю. И сотовый телефон плохо, то, что они с ним ходят. И то, что медик должен присутствовать. Результаты опроса «Время диалога» после обработки станут составной частью стратегии развития каждой школы и социально-экономической программы развития образования в Нижегородской области. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческим завершением первого дня визита Алексея Лихачева в наш город стал большой концерт в Саровском драматическом театре. Солисты из городов присутствия госкорпорации исполнили 10 песен музыкального проекта, которые посвятили юбилей Росатома. Это показало в очередной раз, насколько талантливы российские отмечники. Это показало, насколько мы все с вами неравнодушные люди. Поэтому огромное спасибо, хочу сказать, всем участникам проекта. Только живое исполнение и оригинальные аранжировки. На предложение поучаствовать в проекте откликнулись музыканты и певцы из 18 атомных городов. За три месяца отсняли 100 часов видео. В результате кропотливой работы в студии на свет появилось 10 клипов, которые показали всей стране уникальную объединяющую силу музыки. В стране очень много людей не знает, что в атомных городах. Очень много талантливых людей, что очень много скрытый потенциал. И всем кажется, что только в больших городах бывают вот такие звезды. На самом деле в каждом человеке есть что-то, что можно раскрыть с разной стороны. И показать это всем. Мы рады, что наши города закрыты и показали всему миру. Репертуар проекта выбирали сами жители городов за то и присутствие атомной отрасли. Перед стартом записи клипов в интернете запустили голосование, по результатам которого определились самые популярные и любимые атомщиками песни. Клип на последнюю композицию «Ветер перемен» торжественно презентовали зрителям нашего города. А в финале вечера гитару в руки взял и Алексей Лихачев. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мозговой штурм, радость победы и горечь поражения. В библиотеке имени Маяковского прошел очередной тур Доброй Лиги. Его организаторами выступили активисты клуба любителей интеллектуальных игр «Что, где, когда». Лига создана для начинающих энтузиастов, которые хотят проверить свои знания и уровень интеллекта, а также развить память. Благодаря «Что, где, когда» ученица третьего лицея Глафира Солдатова открыла для себя много нового. Девушка играет в эту интеллектуальную игру уже больше трех лет и признается, что самое главное для нее – это сплоченность команды. Мне нравится, что единство игроков, то есть это умение работать в команде, когда ты часть одного целого. И очень приятно мне, когда именно мой ответ на вопрос становится правильным. За плечами у Никиты Баринова тоже уже не один турнир. Молодой человек даже принимал участие в «Что, где, когда» на Первом канале. Сегодня у него собственная Добрая Лига. Перед каждым турниром Никита старается подбирать интересные и необычные вопросы, при этом не забывая, что в игре принимают участие ребята разного возраста. Эти вопросы я не придумываю, скажу честно. Я их беру из отыгранных на различных турнирах вопросов. Обязательно выбираю, которые попроще, но при этом, которые мне понравились. Должен быть вопрос, от взятия которого я порадовался, получил эстетическое удовольствие. Первое место среди взрослых заняла команда «Ума не надо». Вторыми стали продукты взрыва, третьими – атомный филин. Среди школьников – серебро у пикирующих сапсанов. А золото у ребят из команды вспомнить всё. Следующая игра Доброй Лиги «Что, где, когда» пройдёт в середине мая. С расписанием можно ознакомиться в группе ВКонтакте. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Порой для ощущения полного счастья человеку нужно совсем немного. Выпить кружку горячего кофе перед работой, провести вечер в кругу близких, забрать пораньше ребёнка из детского сада. Но иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, требуются более глобальные вещи. Переехать в другой город, найти работу мечты, влюбиться, наконец. Во Всемирный день счастья наша съёмочная группа выясняла, что для него, для полного счастья, надо. Что необходимо человеку для счастья? Или вам, непосредственно? Для счастья? Ой, здоровья. А ещё? Ну, ещё. Ну, ещё чего-нибудь. Что вам для счастья надо? Всё солнышко, тепло. Счастье – это здоровая семья, это полная семья. Наверное, чтобы у всех было всё хорошо. Счастье в семье. Поступить в хороший университет. А ещё, мне кажется, счастье – это когда во время рабочего дня, в разгар, в обед, можно сказать, ты можешь позволить себе сиесту. Что вам для счастья надо, а может быть, не хватает? Не знаю. У меня врач всё есть. То есть вас можно назвать самым счастливым человеком? Да можно сказать так. Один мультяшный персонаж говорил, что счастье не в тортах. Есть ли мне согласие? Ну как это не в тортах? Вот у вас плохое настроение. Взяли тортик вот так вот. А что для счастья надо людям? Чтобы был ребёнок. Как мы сегодня выяснили, для счастья необходимо здоровье, чтобы родные и близкие были рядом, и чтобы вокруг вас все были счастливы. Для вас сегодня на улице опрос устраивали Кирилл Васенин и Владимир Лесик. С праздником вас! Пройти состязание вместе со своим ребёнком и завоевать звание самой спортивной семьи Сарова. В спортивном комплексе юниор прошёл финал конкурса «Папа-мама-я». В нём приняли участие 10 семей. Малыши и их родители соревновались в челночном беге, прыжках через препятствия и владении мечом. Семья Марии Вершининой стала лучшей на отборочном этапе конкурса «Папа-мама-я» в детском саду номер 42. К участию в финале готовились серьёзно, но частые заминки при передаче эстафеты разрушили все планы на победу. Первое место не заняли, но победили. Победили в том, что мы пришли со своей семьёй, мы старались стремительно бежать, поддерживать друг друга. Но не хватило, наверное, это возраст разных участников, это подготовка и, наверное, удача. Полученному результату семья Вершининых рада день, проведённый всей семьёй, это здорово. А участие в конкурсе «Папа-мама-я» будут отмечать за чаем со сладостями. По словам организаторов, семьи сюда приходят не ради победы. Основная задача и цель данного мероприятия – это приобщить детей к занятию спорта, к здоровому образу жизни, к семейному весёлому досугу, чтобы родители показывали своим примером детям, что надо заниматься спортом. Участники соревнований показывали пример не только своим детям. Зрителям на трибунах тоже было, что посмотреть и за кого поболеть. Это хорошее мероприятие, которое сплачивает семью, которое даёт семье поучаствовать в таком спортивном именно мероприятии, а не интеллектуальном. И это хорошо. Сегодня наш детский сад представляет две команды – команда страны девочки и мальчика. Мы ими очень-очень гордимся. И как таких не поддержать? Команда, которая победила, совсем скоро будет отстаивать честь Сарова на областном уровне. А там, кто знает, возможно, и на федеральном. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова